Под Екатеринбургом автобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся. Ранение получили 4 человека. Как рассказали пассажиры этого автобуса, это был самый первый рейс из города Реш в Екатеринбург по маршруту номер 816 отправлением в 4.40 утра. Авария произошла примерно на половине пути, а если точнее, на 44-м километре автодороги Екатеринбург-Реш-Лапаевск. По предъявительной информации, в сложных метеоусловиях водитель не справился с управлением, допустил опрокидывание автобуса, в котором находилось 26 пассажиров. По предъявительной информации, 4 человека получили резанные раны, а также ушибы. Также врачами осматривается один ребенок. Из пяти обратившихся за помощью человек, реальная помощь врачей потребовалась одной женщине, повредившей руку. По словам очевидцев, за рулем автобуса Павловского автозавода находился один из самых опытных водителей Режевского автопредприятия, принадлежащего Леону Джалалову. Альберт, так зовут шофером, много лет проработал на междугородных линиях и никогда ранее в крупные аварии не попадал. По словам мужчины, ретранслированным в соцсетях его родственниками, погода для езды была ужасна. Дорога, засыпанная снегом, уборка в 5 утра еще не проводилась. Он ехал крайне медленно, так что за час дороги сумел преодолеть расстояние всего в 40 километров. А подвела его кочка. Автобус подпрыгнул на возвышении и потерял сцепление с дорогой, которая так и не восстановилась после повторного касания колесами снега. Когда машину потащило прочь с дороги, Альберт крикнул пассажирам «Держитесь!». Вряд ли все услышали этот призыв, так как в 5 утра половина салона спала. Автобус перевернулся на крышу, и судя по тому, что ощутимую травму получил только один человек, пассажиры были пристегнут ремнями безопасности. На место ликвидации последствий аварии выезжали две машины пожарно-спасательной службы и семь человек личного состава. Людей из перевернувшегося автобуса довезли до Екатеринбурга попутным транспортом. Попавший в аварию ПАЗ, по словам Режевлян, был самым старым в автопарке автобусом с протекающей крышей. Вероятно, его ждет списание.